Новая трещина, из-за которой на Международной космической станции МКС произошла утечка кислорода, могла появиться из-за робота, Федора, которого в 2019 году доставили на орбиту. Корпус мог быть поврежден при неаккуратном перемещении андроида, заявил РИА Новости член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов. Он напомнил, что антропоморфного робота перемещали через промежуточную камеру из корабля, «Союз МС-14» на станцию и обратно, причем такой маршрут переноса не был заранее запланирован. Автоматическая стыковка «Союз МС-14» с роботом к модулю «Поиск» не состоялась из-за того, что на МКС оказался не подключен один из кабелей системы сближения «Курс». В результате корабль пришлось стыковать к агрегатному модулю «Звезда» и затем тащить робота, Федора, через узкую промежуточную камеру, сказал Хохлов. Неаккуратное перемещение андроида вполне могло привести к появлению трещины в корпусе. Ранее стало известно, что в корпусе МКС образовалась еще одна дыра. Предположительно, она находится в промежуточной камере модуля «Звезда». В центре управления полетами попросили экипаж укладывать мешки и покрывало на различные места, чтобы сузить район поиска утечки. До момента, когда ее найдут, космонавтам предложили держать камеру, постоянно закрытой для экономии воздуха. Антропоморфный робот-спасатель Эфидиоар создан андроидной техникой и фондом перспективных исследований по заказу МЧС России. Соответствующие разработки начались в 2014 году. На создание робота ушло 300 миллионов рублей. У него был свой аккаунт в Твиттер, который в 2019 году был признан «Роскосмосом» как официальный. Его удалили вскоре после появления поста с оскорблением космонавтов.